В положении об управлении и распоряжении земельными участками, находящихся у муниципальной собственности, внесены изменения. Они коснулись дополнительных мер поддержки бойцов СВО. Решение приняли депутаты окружного совета на внеочередном заседании. Теперь участники спецоперации, арендующие муниципальный земельный участок, освобождаются от арендной платы на период военной службы и далее на 90 дней по ее окончании. Внесены изменения в решении о бюджете городского округа на 2023 год и плановый период двух последующих годов. Причина – финансирование ликвидации последствий аварии на коллекторе в Загорянском. Коллектор находится на балансе городского округа, но принимает стоки от четырех муниципальных образований. Наш муниципалитет обратился к гюдернатору Московской области. Порядка 2-3 недели назад был ОКС, на котором присутствовал гюдернатор. И было дано поручение проработать данный вопрос с тем, чтобы вот эти расходы по ликвидации аварий – это, в любом случае, речь идет о 115 миллионах рублей. Мы далеко не помним перечень работ, в том числе и благоустройства. Ряд вопросов на заседании касался передачи имущества Московской области в собственность муниципалитета. В списке спецтехника, предназначенная для содержания территорий, а также школьный автобус, предназначенный для перевозки учащихся 21-й Щелковской школы. Единогласным решением депутаты утвердили перечень. Кто за, против, воздержались, приняты единогласно. Депутаты утвердили положение о порядке передачи муниципального имущества в аренду без торгов для представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, в целях поддержки предпринимателей. Депутаты рассмотрели на заседании предложение главы округа о подписании соглашения о побратимских отношениях между Щелковой и Центральным районом Минска. Решение согласовать заключение соглашения.